Здравствуйте! Это новости на телеканале ННТ, в студии Махач Курбанов и небольшой анонс, что будет сегодня в выпуске. От перспектив развития до обрушившейся стены Гербинской крепости. В Москве в Совете Федерации прошли дни Дагестана в рамках столетия образования ДССР. Наступает белая полоса. В Махачкале возобновлен вывоз мусора. Кто и как будет этим заниматься, подробнее в выпуске. Очередная победа. Боец UFC Магомед Анкалаев вернулся домой. В аэропорту традиционно собрались друзья, родственники и болельщики. В Москве в Совете Федерации впервые прошли дни Дагестана. Стартовали они в рамках столетия образования ДССР. На заседании комитета обсудили вопросы социально-экономического развития республики. В заключительный день вице-спикер Совета Федерации Илья Сумаханов сообщил об обрушившейся части стены Гербинской крепости. Он попросил министра культуры Ольгу Любимову помочь восстановить древнюю крепость. И по оценкам специалистов, все эти объекты в весьма плачевном состоянии. Их нужно укреплять. При этом понятно, что за счет средств республиканского или местных бюджетов, ввиду ограничения бюджетного кодекса, эти работы провести невозможно. Я прошу вас дать поручение провести экспертизу состояния этих объектов. И на основании этого принять решение об их реставрации и консервации. Дагестанские ученые выясняют причину массовой гибели птиц в районе Агроханского залива. Специалисты и ученые Каспийского природоохранного центра выехали на место и обнаружили около 300 тушек лебедей, лысух, кряков и селезней. Ученые взяли образцы материала и доставили их в лабораторию для тщательного изучения. Эксперты рассматривают несколько версий массовой гибели пернатых. Отстрел браконьерами, отравление и птичий мор. Окончательные выводы можно будет сделать после проведения тщательного исследования анализов. Конец мусорного коллапса. После двухмесячного перерыва возобновлен вывоз мусора. В администрации Махачкалы создан оперативный штаб под руководством главы города Салмана Дадаева, который координирует работу. Подробнее в нашем сюжете. Городские коммунальные службы призывают помочь им в сборе мусора, но не складировать их у контейнеров баков, а закидывать внутрь. Теперь убирать мусор в Махачкале будут муниципальные организации, которые станут временными региональными операторами. Для проведения полноценного вывоза уже готова специализированная техника и формируются бригады рабочих. По словам коммунальщиков, уже за несколько дней можно будет разгрузить столицу от мусора. В первую очередь мы боролись с тем, чтобы ликвидировать эти навалы и привести нормативное состояние территории города и контейнерной площадки города. Практически данная работа завершена. Сегодня, завтра уже полностью очистим весь город. Для ускорения процесса уборки служба занятости совместно с администрацией Махачкалы организовали ярмарку вакансий. По их мнению, это позволит набрать рабочую силу для быстрой очистки города. Вы знаете, как остр стоит вопрос с мусором в городе. Для этого были приглашены работодатели МКУ Махачкала-1, которые занимаются уборкой мусора. Им требуется 15-20 водителей на мусорооборочные машины и 25-30 человек на граждан, которые будут непосредственно обслуживать данную машину и выбирать территорию. Надо сказать, что тариф на вывоз мусора в Дагестане самый низкий, из-за чего управляющая компания-лидер, уполномоченная вывозить коммунальные отходы, отказалась выполнять свои обязанности. Алина Багилова, Нурмагомед Магомедов и Дауд Касанов. Телеканал ННТ Махачкала. Предприниматели, открывшие производство в горах Дагестана, могут возместить до 50% затрат. На получение субсидий могут претендовать также личные подсобные хозяйства, меры поддержки для которых предусмотрены в виде возмещения затрат на приобретение малогабаритной техники. Программа направлена на поддержку производства продукции в горных территориях республики. Повышение благосостояния населения и сокращение миграционного оттока из сел. Более подробно с условиями приема заявок можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития Республики Дагестан. Боец UFC Магомед Анкалаев вернулся домой после очередной победы. 27 февраля на турнире в Лас-Вегасе махачкалинец одолел спортсмена из Украины Никиту Крылова. На родине Анкалаеву и его личному тренеру Сухрабу Магомедову устроили торжественный прием. В аэропорту собрались порядка 200 преданных болельщиков. Радость победы вместе с триумфаторами разделили родные, друзья и земляки из Шамильского района. Ваши пожелания, ваши дуа, наши действия, наши тренировки и все у нас получится вместе. Миша Аллах вперед. Всем салам алейкум. Баракала за все. Скромный перед публикой, в бою Магомед Анкалаев был неудержим. Поединок с Крыловым почти полностью прошел под его диктовку. Шестое подряд успешное выступление позволило дагестанцу подняться на седьмую строчку рейтинга ведущих полутяжеловесов. Это было все, о чем мы хотели с вами поделиться. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Всего доброго.